В течение часа на улицу Пушкинская заезжают более 2000 автомобилей, 25 троллейбусов и еще 90 автобусов. В связи с этим в мэрии было принято решение организовать 4 полосы для движения от Пантелеймоновской до Большой Арнаутской. Чтобы разгрузить центр от бесконечных пробок с 4 августа, парковка на улице Пушкинской запрещена. Такое решение было принято после мониторинга транспортных потоков зимой этого года. По итогам мониторинга организации дорожного движения по улице Пушкинская сотрудниками департамента транспорта была разработана схема, которая предусматривает ограничения стоянки остановки транспортных средств на участке Пушкинской от улицы Пантелеймоновской до Большой Арнаутской. Новая разметка и предупредительные знаки уже на месте. Нарушителей новых правил будут штрафовать за парковку в неположенном месте. Цена вопросов 250 гривен. Впрочем, поможет ли это разгрузить поток машин, покажет время. Это уже не первая попытка избавить Пушкинскую от хаотичной парковки. Ну, а вопрос в том, получится ли у них массово, системно наказывать водителей здесь, чтобы они на самом деле не стояли и чтобы все было по-новому, а не по-старому. У меня лично есть большие сомнения, что у них это получится сделать. Убирают парковку вот сейчас. Будет ли это удобно для автомобилистов или нет? Нет, не будет. На этой улице вообще неудобно парковаться. Она очень неудобная. Сделали они и что? Вместо четырех получилось два. Еще хуже сделали. Уберите парковку, поставьте милицию. Еще одна проблема Пушкинской – это пешеходы, которые избегают подземного перехода в районе Привокзальной площади. Нарушители оправдываются, мол, быстрее перебежать, чем спускаться по лестнице. Здесь можно было бы рассмотреть вариант, сделать светофор для пешеходов сверху по Пушкинской, если синхронизировать его со светофорами всеми остальными на Привокзальной площади, так, чтобы это не создавало пробку. Съемочная группа нашего канала через несколько недель вернется на Пушкинскую и обязательно расскажет, как прижился эксперимент с четырьмя полосами дорожного движения. Напомним, в городе все еще работает парковочный патруль. Кристина Черновалова, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Продолжение следует...